Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Ну что ж, по прошествии еще одной недели, еще одного дня, друзья, мы вынуждены возвращаться к теме, которая, наверное, уже всех достала. Это тема распространения китайской коронавирусной инфекции. Каждый день я подводил статистику количества инфицированных, летальных исходов, количества выздоровевших. Сегодня, наверное, этот момент опустим. Но опустим его в формате именно статистических данных. Я хочу сделать акцент на сам факт того, что эта проблема, она распространение вируса. Она никуда не делась, она на рынке остается. И более того, впервые, друзья, я хочу подчеркнуть этот факт, впервые за последние недели Всемирная организация здравоохранения стала использовать термин в отношении коронавирусной инфекции как пандемия. Да, не сказано, что это уже именно она и есть, но в то же время ВОЗ сделал акцент на то, что эпидемия легко может перерасти в пандемию. Честно говоря, друзья, по количеству случаев инфицированных в регионах вне Азии, а потому как активно распространяется этот вирус, буквально вчера мы говорили о 152 выявленных случаях в Италии, сегодня, друзья, их вот на текущий момент 230, и есть уже летальные исходы, 7 смертей. Также растет количество заболевших в Иране и в Южной Корее, количество летальных исходов также очень много. На мой взгляд, друзья, это уже начинает походить на пандемию. Очень хочется, конечно же, чтобы вирус все-таки удалось локализовать, чтобы мы побыстрее вообще покончили с этой темой и больше к ней никогда не возвращались. Но факт остается фактом. То, что вчера произошло на финансовых рынках в плане обвалов фондовых площадок, американских, европейских, да и всех вообще, указывает на то, что торговая сессия понедельника стала черным днем для финансовой индустрии, потому что опасения, нервозность рыночная, связанная с распространением вируса, никуда не делась, друзья. Поэтому у нас с вами вынуждена необходимость также возвращаться к этой идее, и, исходя из этого, сохранять позиции, которые предполагают распродажи рисковых активов и соответствующую ставку на защиту. Что у нас происходит на рынке нефти? 55,90 сейчас котировки. Я думаю, что мы очень скоро закрепимся ниже 55 долларов за баррель. Несколько факторов могу выделить, почему нефть останется под давлением. Во-первых, это потенциальный отказ Саудовской Аравии от сотрудничества с Россией по причине того, что Россия не хочет поддерживать инициативу по дополнительному сокращению, скажем так, по причине разногласий касательно отдельных положений будущих условий энергетического пакта. Что будет дальше? Если сотрудничество фактически действительно разорвут, то без России, при всем уважении к странам ОПЕК, у них не будет шансов, чтобы как-либо повлиять на баланс на рынке углеводородов. Имейте это в виду, знайте это, друзья. Второй момент, почему снижается нефть? Потому что вирус, он уже оказал серьезное, разрушительное влияние на отдельные регионы. Я думаю, что можно уже в целом говорить о мировой экономике. Вот по Китаю сейчас очень много статистики. Показатели экспорта и импорта снизились на 50%, пассажиры потока на 90%, количество продаж автомобилей на 90%, и количество сделок с недвижимостью, который также является индикатором потребительской активности, так же, как и спрос на товар длительного пользования, количество сделок с недвижимостью сократилось вдвое. Ну, выводы, мне кажется, очевидны. Нужно сделать о том, что замедление Китая, оно через несколько недель уже будет, через обновленные показатели ВВП, доступно всем. Мы к этому, друзья, должны готовиться и понимать, что слабость Китая, экономический спад, это то, что будет тормозом, таким серьезным якорем, который можно будет подвесить на мировую промышленность. С таким якорем аппетита у мировой промышленности на сырье будут, разумеется, занижены. Поэтому вот вам еще один фактор, может быть, даже главенствующий над всеми, это перспектива глобального замедления, спада и недостаточного спроса на углеводороды. Так же, друзья, мы следим и за статистикой по запасам. Вполне возможно, что на этой неделе мы увидим снова данные со знаком «плюс». Это статистика, которая приводит к снижению цен на нефть. Уже 4 недели подряд мы наблюдаем за такими цифрами. Ситуация может повториться вновь. Доллар иена 110.79. Друзья, если мы посмотрим сейчас на индекс американского доллара, то сможем увидеть, что в последние 2 дня индекс немного скорректировался. Я бы не стал сейчас разворачиваться по нему и отказываться от идеи того, что мы доберемся до юбилейной планки в 100 по индексу доллара. Что касается пары доллар-иена, то, возможно, распродажи, которые мы видели также в рамках вчерашней торговой сессии, и сегодня они могут отражать позицию Банка Японии, который на пресс-конференции накануне сделал заявление о том, что они не готовы вот так вот просто перезапустить в новых объемах печатный станок и сделать вот эту, на мой взгляд, необходимую денежную инъекцию в экономику. Соответственно, без новых мер экономического стимулирования, возможно, планы увидеть значительно слабевшую иену сейчас не так уж и актуальны. Но к этому мы, наверное, еще вернемся, друзья. Наверное, вернется к этому Банк Японии как к вынужденной мере. Когда это произойдет, мы будем держать руку на пульсе и снова увидим потенциал для дальнейшего роста и восстановления пары доллар-иена. В целом, резюме как бы по доллару-иене, те, кто находятся в длинных позициях, друзья, пока держится планка 110, я лично вообще переживать не буду. Если мы окажемся снова ниже 110, то, как и раньше, можно будет оставить в прозапас эту пару и вернуться, когда на ней пойдут более интересные движения, особенно если это будет рост. А вот в отношении американца здесь держим длинные позиции. Доллар будет крепчать за счет своих защитных свойств, за счет неплохой статистики. И эту идею можно отыгрывать как в потенциальном росте индекса доллара, так же, как и против евро, фунта, австралийцы, канадцы и так далее. Золото хай 1689, сейчас котировки 1650. Я думаю, что отобьемся от этого уровня, либо чуть пониже, но все равно будем расти. Причины, в принципе, негатива в плане мировой экономики, такие же, как я перечислил в отношении нефти. То есть здесь золото будет выигрывать от своих защитных свойств. Евро против доллара 1.0854. Индекс оптимизма ИФ вчера немножко поддержал настроение, но это, друзья, не такая объективная статистика, как ЗЮ. А по ЗЮ мы помним, все было очень плохо. Итальянский индекс в ходе вчерашнего дня из-за роста количества инфицированных потерял больше 3,8%. Это худший результат 2016 года. Британский индекс также сильно просел. Евро Стокс потерял около 5%. Это худший результат, по-моему, со времен Брекзита. Американская фонда просела. Друзья, это все следствие нежелания крупных игроков, да и, может быть, игроков поменьше, рисковать. Впоследствии, я уверен, что такая динамика европейского фондового рынка создаст условия для дополнительного снижения процентных ставок европейским центральным банкам. И это приведет, собственно, к слабости евро. Поэтому здесь тоже нужно исходить из коротких позиций. Фунт. Ситуация не меняется. 1,2932 сейчас котировки. Вы целей знаете, друзья. 1,2850 может быть чуть пониже. Доллар канадец 1,3294. Слабость нефтянки логично привела к росту этой валютной пары. Закрепление выше отметки 1,33. Это вопрос ближайших дней. И австралийцев против доллара 0,6610. Мы идем на цель 0,6550, 0,65. Тоже все без изменений. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.